Фонд Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество в день дипломатического работника открыл в Московском государственном институте международных отношений передвижную выставку Александр Невский «Небесный покровитель русских императоров». Событие состоялось в рамках реализации программы Александр Невский фонда Андрея Первозванного. Передвижная выставка Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества посвящена истории почитания святого благоверного князя Александра Невского, выдающегося правителя и полководца, талантливого дипломата и небесного покровителя трех русских императоров Александра Первого, Александра Второго и Александра Третьего. Институт международных отношений для ее проведения выбран не случайно. Александр Невский – небесный покровитель дипломатических работников. В стенах МГИМО готовят тех, кто призван защищать интересы Отечества в дипломатической сфере. Для нас великая фигура Александра Невского, который был небесным покровителем трех российских императоров, Александра Благословенного, Александра Освободителя Александра Второго, Александра Третьего Миротворца. Это еще один повод рассказать не только о выдающемся государственном деятеле, выдающемся дипломате, русском святом, почитаемом во все времена, уже на протяжении 800 лет, но рассказать об истории России. Мне очень хочется, чтобы Россия со всей ее сложной многовековой историей, с удивительными подвигами благочестия, воинскими подвигами, жертвенными подвигами благотворительности и милосердия, чтобы эта Россия вошла в сердце каждого из нас. И чтобы она была нам дорога, так же, как дорога она была российским императором. С 2021 года выставка уже была представлена в Московской, Брянской, Свердловской и Тульской областях. Ее посетили свыше 30 тысяч жителей и гостей регионов. Ректор Государственного института международных отношений назвал открытие выставки знаковым событием и для ВУЗа, и для всех находящихся на дипломатической службе. В традиционный период практически каждого российского посольства за рубежом была не только икона Александровского, но и стоял в юстах Александровского. И российские дипломаты очень часто обращались к образу Александровского, когда надо было набраться сил в тяжелую, в годину, когда надо было вдохновиться на защиту своего Отечества. Мы видим, что это человек действительно выдающийся, который в значительной степени определил цивилизационное развитие нашей страны. Во время торжественной церемонии по благословению Святейшего Патриарха Кирилла была вручена общественная премия святого благоверного князя Александра Невского. Почетную грамоту, а также медалью за заслуги перед МГИМО отмечен настоятель храма Александра Невского Протерея Игорь Фанин. Храм стал культурным центром, который с каждым днем притягивает все больше представителей молодежи, студентов Института международных отношений. Александр Невский в ряду многих наших соотечественников является тем примером и формированием идеологического мышления для другого поколения. Поэтому он, естественно, и перерос себя, как я неоднократно сказал, перерос свою эпоху. Для студентов МГИМО была проведена первая экскурсия. Посетители познакомили с подвижнической и просветительской деятельностью представителей императорского дома Романовых, связанных с именем Александра Невского. Рассказали об истории создания благотворительных учреждений в честь святого, о создании соборов, воинских храмов и церквей во имя Александра Невского при покровительстве представителей императорской фамилии. Данная выставка очень расширяет понятие об Александре Невском как политической и культурной личности, так как тут содержится не только информация о его достижениях как политика, но и о культурных, не только его достижениях, но и достижениях его последователей, то есть других русских царей, императоров, которые увековечивали память о Александре Невском в определенных храмах, медалях, орденах. Выставка Александр Невский «Небесный покровитель русских императоров» продлится в новом корпусе МГИМО до 17 февраля.